Так, я знаю, кому папа подарил телевизор новый, да? Сыночки! Потому что сыночка оценил сразу. Дэй, мультики будешь смотреть на таком большом телевизоре? Девочки, вот начинаю я свой влог с того, что подарок на Новый год нам от папочки вот такой вот пришел. Ну что, мои хорошие, сейчас я максимально понимаю, почему я не люблю еще холодное время года. Потому что это тысяча одесс, это шапка, это вот этот вот сверху, и вот это вот все, короче, на меня. И вот ты жарко, заходишь холодно, выходишь жарко, или наоборот, короче, и бесит. Вот, хотела купить оригинальное крепление кронштейн к телевизору, самсунговское. Но, к сожалению, там вроде подали мне надежду, что в одном магазине есть. Я готова была даже сказать мастерам, придите попозже, но я поеду сейчас в другой конец города и заберу последний этот кронштейн. В итоге его нет, он под заказ, там клиент уже за ним какой-то едет, поэтому я пролетаю с ним. Ну, и я думаю, раз уж не будет у меня оригинального, возьму тогда обычный абсолютно, не буду заморачиваться, который стоит в 4 раза дешевле. Я взяла кронштейн, зашла в ДНС, взяла кронштейн за 1850 рублей. Я взяла вот такой вот кронштейн 1850, чтобы понимали, на что я буду, да. Диагональ можно не смотреть, у нас 75-я, но сказали, что диагональ это неважный, непринципиальный момент. Главное вес, который удерживает конструкция. И вот это вот, 400 на 400 миллиметров, и у каждого телевизора на определенном расстоянии находятся вот эти вот крепежи. Вот, 400 на 400 на моем, поэтому все соответствует. Я уже все освободила, елку убрала, ребята уже поднимаются. Ну что, мои хорошие, смотрите, какой крутой телек у нас. Слушайте, на самом деле первое, что я вижу, это то, что он очень сильно увеличивает пространство. Казалось бы, мы поменяли только телевизор, да, и пространство увеличилось, серьезно говорю. Такое ощущение, что у меня здесь еще больше в квартире появилось площади. Вот, повесили, все нормально, все хорошо. Напрямую у меня терни через Wi-Fi, напрямую работает интернет в телевизоре. Сейчас еще учетную запись не подключили, потому что какие-то сложности, в общем-то. Мы сами будем это делать. Мастеров я попросила только повесить телевизор. Они повесили, все замечательно. Здесь ниже у нас потом саундбар будет, да. И, возможно, мы еще здесь, ну, может быть, как что-то придумаем такое, да. Кстати, очень переживали, что телек будет висеть очень далеко, да, от стены. На самом деле я взяла неоригинальный. И посмотрите, как прикольно. Ну, то есть вообще не напрягает. Вот так вот заходишь. Я считаю, что это достаточно близко к стене. Прямо меня вообще ничего не напрягает. Ну, а если мы зайдем в спальню. Та-дам! И по сравнению, конечно, с тем, какое там расстояние и какое здесь, мне кажется, в три раза больше. Просто видно все вообще тут приспособы, прибамбасы. Ну, в общем, телевизор тут у меня висит. Чуть что, в мультике так легли. И вот, понимаете, бывает лежа хочется что-то посмотреть. Антенка пока там торчит, потому что в ДНС у них не было нужного провода. И в итоге здесь у меня от антенны такой будет пока работать, да. А здесь у меня пока будет приложение вообще на 20 каналов. Сейчас мне нужно будет... Тут, оказывается, так все просто, нормально. Вот я Доньке уже включила мультики, чтобы он посмотрел на большом экране. Вообще класс! Прямо ощущение совсем другое. Еще у этого телека есть режим картины. Тоже я его настрою. Когда телеком не пользуешься, он включает режим картины и очень красиво смотрится здесь. Картины обалденные. Они могут быть под цвет вообще обоев или вообще просто красивая картина. Вот я хочу попробовать вам еще видео снимать, когда здесь будет какая-то картина. Красивая, да. И на фоне нее попробовать снимать. Так что такие радости у нас. Классно. На самом деле очень круто. Вот такой вот пульт симпатичный входит. В общем, буду пока заниматься, регистрировать аккаунт. Куча всяких разных плюшек здесь. Будем разбираться. Спасибо за подарочек моему любимому. У нас, кстати, 12-12. Совместно 6 лет мы вместе. И это день рождения моего мужа. То есть день рождения. И в этот же день мы познакомились. И с тех пор стрелы Амура проткнули наши сердца. С тех пор мы вот вместе, любовь, морковь, не расстаемся. И вот как-то вот, знаете, как... 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 Что это такое? Что это такое? Девочки. Это что такое? Просто вот... Вот что это такое? Так, это же не может с той стороны быть просверлено так, чтобы здесь отвалился кусок. Минуточку. Девочки, реально, да, на этом уровне просверлено. Только я ничего не видела, не слышала, чтобы здесь падало. И как такое вообще возможно? Если там сверлят дырку, то здесь как-то раз и откалывается кусок. Что это за пипец? Трындец. Подожди, так он должен где-то валяться здесь? Слушайте, ну внизу не валяется никакого куска большого такого. Но всё в пыли. В пыли как-то вот. В пыли какой-то свежий. Что-то я не догоняю. Как это вообще получилось? Ну, в общем, да, вы поняли? Так, мне надо сейчас прибрать, помыть полы. Попылесосить, помыть полы. Всё хочется прибрать. Хочется, чтобы было всё супер-пупер. И мой муж вообще очень сильно просил меня снять вот эти вот часы сверху. Просто говорит, блин, поставь куда угодно эти часы, только убери их оттуда. Он на них смотреть не может. Так что торжественно снимаю. Ну всё. Запустила свой пылесосик. Мы идём в спальню смотреть с Дэнни мультики. И укладываться спать. Ну что, мои хорошие. Сейчас мы с вами торжественно снимем плёночку. Я проверила уже телевизор на битые пиксели в Ютубе. Можно найти тест на битые пиксели. Ну так, на всякий случай проверить. Всё это дело уже немножко мы тут уже и тестируем. Ну, в общем, решила с вами снять плёночку. Потому что вот эти штуки очень сложно отлепить. Мы на другом телевизоре пробовали это делать. Очень сложно отлепить. Поэтому здесь только плёнка. Ой, что это такое? Что это такое? Эй! Плёнка. Сейчас. Вот здесь возьмём. Да, тут отлепляется вот такой маленький кусочек сначала. Понизу. Понизу вот так вот. Та-дам! Вот. Кстати, на коробке написано... Коробка вон она стоит, огромная. Написано QLED Q80T. Но на самом деле, так я поняла, когда у продавца спрашивала, что QLED 80-е, да, они все в таких коробках идут. Но на самом деле у нас модель Q87T. Она просто немного другая. Вот я вас переворачиваю. И вот Q87T, да. Ну и чтобы достоверность была, мы ещё зашли в настройки телевизора, да, и посмотрели название модели. Всё соответствует. Всё, поехали. Какая прелесть! Идеально! Раньше, знаете, когда я покупала что-то, мне, честно говоря, было жалко плёнку всегда снимать. А потом в какой-то момент я перестала жалеть. И на новых всяких гаджетах я сразу снимаю плёнку. На телефонах там и на всём. И хочется пользоваться, знаете, в полной мере. Коробка, девочки, просто огромнейшая. Я не знаю. Я спросила у ребят, говорю, а можно уже выкидывать коробку? Он говорит, он сам работал, мальчик там один работал, в разных магазинах. Говорит, сохраняйте две недели коробку. Это вот пипец. Вот сохраняйте вот эту вот коробку две недели. Судрандец какой-то. Куча посуды, куча всего. У меня небольшая перестановка. Не знаю, не хотела вам показывать, пока грязно, да? Ты посмотри. Ты посмотри на неё. Решила поставить стол вот так пока что. Мне кажется, что так больше пространства. И мне кажется, что можно диван купить, чтобы он был вот, кстати, вот так, вот так и вот так вот. Можно, чтобы он прям до середины вот здесь доходил без проблем, да? Это будет очень комфортно, мне кажется. Достаточно. Вот. А там, соответственно, освободится место. Может быть, даже, может быть, даже стол этот переставить туда. Или как-то мое рабочее место поменять. Потому что там батарея, и у меня очень сильно сушит вообще нос, губы. Горит лицо постоянно. Поэтому у меня, видите, покрывало там засунтое. Я закрываю батарею, чтобы хоть комфортно там чувствовать себя. Ну что, всем доброе утро, мои хорошие. День следующий. На фоне телевизора снимаю, да, чтобы там видеоряд красивый был. Сейчас помыла голову, и цвет стал намного прям мягче. Уже рыжина спала. Он более такой стал, ну, менее рыжий. Прям натуральный-натуральный мой, я вам скажу. Да, может быть, и ещё в моём натуральном чуть больше холодненки. Но в целом, я думаю, корни будут отрастать, и будет не видно. Ещё после одной смывки вообще будет натур-продукт. Вот, но я всё равно попробую покраситься чуть светлее и чуть холоднее следующий цвет. Вот, по поводу губ, читаю уже комментарии, что там не шевелится верхняя губа. Когда девочки только губы обычно делают, да, ими нельзя там, ну, три дня, по-моему, или один день, не помню. Ну, я три дня, как бы, мне не суть важна, я могу неделю, да, там, не целоваться, не пить горячее, не делать губы трубочкой, там, да, меньше вот каких-то мимики с губами, потому что вот этот гель, он должен там хорошо лечь, зафиксироваться, чтобы не было никаких деформаций. Вот насколько я помню, да, это... Почему целоваться нельзя же, да, потому что ты вот как бы делаешь что-то с губами. Поэтому я и разговаривала так, чтобы не шевелить губами. На самом деле оно где-то недельку, может быть, даже полторы вот у меня отходит. Я помню, что последний раз именно так и было. Сейчас я увлажнила губы просто перед тем, как их накрасить. У меня сегодня фотосессия, мы с Данечкой идем под елочкой фотографироваться. Вот. Да, уже скоро надо будет выезжать. Мама должна приехать, я попросила что-нибудь приготовить вкусненькое, интересненькое. Вот, она должна приехать. Телевизор она еще не видела, к сожалению, даже эмоции не могу ее заснять. Она придет к часу, а мы в час где-то выезжаем. Может, она раньше получится и прийти. Не хочется, чтобы она увидела. Вот. Ну, короче, вот она приедет, а потом мы уже приедем. Что я хотела, к чему я это все говорила? Я забыла. Так, а, губы, то, что я сейчас увлажнила, да, просто когда губы вообще блеском красишь, они кажутся еще больше. Вот. И на самом деле, вот полторы недели где-то у меня отходят, я чувствую гель там внутри, да, еще. И аккуратно разговариваю, как бы, и губы такое ощущение, что ты как-то внутренне дуешь их там, вот так вот, как-то вот, вот так вот, пока ты чувствуешь, да. А потом через полторы-две недели ты забываешь, что ты их колола, как бы, и все происходит естественно. И все происходит естественно, как обычно, вот. Вот, поэтому, ну, следите, смотрите, если кому интересно. На самом деле, я могла все это сделать, я сейчас думаю, да, и вообще не показывать, не афишировать. Ну, мне просто, и никто бы даже не заметил и не знал, да, но мне кажется, что это, может быть, кому-то полезно, плюс многие спрашивают, да, ну и вообще. Вот, главное, чтобы мне нравилось, потому что, честно говоря, да, многие там, это, честно, на прошлое видео некоторые, я смотрю, и вот, например, да, там, наращенные ресницы, мне так нравилось, я кайфовала, кто-то говорил, тяжелый взгляд, там, сейчас я увидела, да, тяжелый взгляд, но в тот момент я кайфовала, мне было по кайфу это, да, сейчас кто-то пишет, ой, губы, ужас, там, тра-та-та, блин, девчонки, я смотрю в зеркало, и мне по кайфу. Я кого должна слушать? Тому, кто смотрит на меня, и у него что-то там возникает стрёмное внутри, да, неприятное ощущение. Я должна думать о том, что думают люди вокруг меня, смотря на меня? Или я должна думать о том, что чувствую я, и что за эмоции я испытываю, когда я смотрю на себя в зеркало, да, когда я сама с собой живу и вижу себя 24 на 7, поэтому, а кто-то пишет, что нравится, классно, а кто-то пишет, что еще надо, ну, может, это Степ, конечно, потому что еще точно не надо, я думаю, да, но хотя люди и такие бывают, и может быть мало, они скажут, что губы, господи, у тебя их нету, вот, поэтому я отталкиваюсь только от себя и как бы делюсь с вами, я думаю, что, в общем, с пользой, я стараюсь как бы с пользой. Вот, что касается биоревитализации, сегодня я первый раз накрасила лицо, да, первый раз я как бы обращала внимание, вы знаете, мне кажется, что мимических морщин стало меньше, и лицо реально как-то увлажнилось, наполнилось влагой, вот такое ощущение, и я прям крашусь, и прям каждый раз наношу, вот, то есть я накрасила тон, ну, увлажнила, как обычно, накрасила тон, накрасила под глазками, и вот пока я все это делала, я прям обращала внимание на каждую, на каждую мимичечку свою, мне кажется, стало их как-то меньше, мне прям кажется, лицо прям суперское, я не представляю, что будет после двух еще процедур, мне кажется, вообще огонь-огонь, и еще мне кажется, что оно, процесс еще происходит, я думаю, что он меня еще удивит, да, в плане, как будет лицо, да, вот, и еще хотела сказать по поводу, забыла, что хотела сказать, но губы, ой, губы, но брови, брови хочу еще сделать, вот, что-то я давно там не была, и я вот сейчас их подкрашиваю, мне кажется, что хочется чуть капать темнее брови, они все-таки на полгода делаются брови, а я уже была, мне кажется, год-полтора, наверное, назад, не припомню, ну, давно, надо будет позвонить, наверное, найти время, да, может быть, в этом году, ну, нет, скорее всего, не в этом, у нее и запись полная, наверное, уже в следующем году, но думаю о том, что, да, бровки подъерчить, освежить. Короче говоря, я себе нравлюсь, я кайфую, столько всего, и на самом деле, вообще, ну, мне так хорошо, на курсе поделиться с вами, хорошо мне, телевизор вообще меня радует, я каждый раз, когда хожу мимо него, я даже не думала, честно говоря, что телевизор может так изменить комнату, он может так изменить какое-то внутреннее ощущение, я не знаю, я хожу, и у меня такое ощущение, знаете, что как будто я в каком-то крутом месте нахожусь, знаете, где обычно большой телек висит, у меня дома никогда такого не было. Ну что, мои хорошие, я еще уложила волосы вот так, фотосы, теперь будем готовиться к выходу. Мама, мама пришла, эмоции, эмоции, удастся записать. Она, оказывается, не видела сториз, где я показывала телек. Мы ждутся сначала. Она заходит и, нифига себе, нифига себе, это что, телек? Я вчера, знаешь, забыла посмотреть. Сториз. То есть ты зашла и увидела огромную коробку, и сразу подумала. Да вообще, дорогущий, дорогущий какой. Он уже на стене, он уже работает, так что можно фильм. Короче, я в шоке. Так, да почему я обделала опять вот этот вот шарфик? Я тебе дала нормальный шарф. Там сейчас самое тепло, как бы. А я типа это легенький шарф. Ну блин, он... Ну, жарко мне, да. Я говорю, мам, это просто, это шарф, вот просто... Я им просто, чтобы завязать. Короче, не... А потом будут говорить, что маме не скажешь шарф этот не одевать. Я... Нифига себе! Вот, будешь смотреть фильм. А что ты переехала туда? Не-не, она не... Ёлка не переехала сейчас. Вот, я звук выключила сейчас. Видишь, ни проводов, ничего. Я, кстати, провод, да, засунула все-таки в верхнюю розетку. Нормально он там проходит. Что вешу? Заказывала людей. Да? Да. Вчера повесил. Ничего не низкого, это нормально? Это нормально, и даже вообще было бы еще и неплохо еще ниже повесить. Ну, вот такая, такая оптимальна, потому что внизу еще будет саундбар. Я в шоке! Нифига себе здоровый такой! Я уже вчера полежала, посмотрела передачу на ютубе. Кстати, у нас здесь не подключена антенна, которая туда, да, и я это... Что я сделала, смотри. Опа, очки у нас... Ну, вот у меня же каналы показывают, да? Подожди, сейчас. Стой, стой, стой. Назад, назад, назад. Тут на пульте мало кнопок, как бы, разобраться. Вот, если хочешь переключить, направо нажала и листаешь. Это приложение специальное, Вики, по-моему, называется. Все 20 каналов здесь показывают, так что нам антенну не нужно подключать. Приложение бесплатное. Но там можно еще, ну, как бы, платное его сделать, и будет 1500 каналов всяких разных. Вот. Ну, а так обычные каналы, как бы, по приложению смотрятся. Все, в интернет, как бы, в помощь. Девочки, поднимаемся в фотостудию, просто с такой страшное здание, что иногда, если бы кто-то не знакомый, позвал бы меня на фотосессию, я бы подумала, что меня хотят заманить в страшное место. И надо ругаться. Фух, устала. Дверь красивая. Так, нам еще дальше. О, боже мой. Еще закончилась фотосессия. Классный фотограф, классные локации. На самом деле, там можно было сделать очень много крутых фотографий, но я в последнее время... Фотосессия, девчонки, это для меня вообще труд. Чтобы меня выманить на фотосессию, на самом деле, мне реально должны понравиться фотографии, да, и тоже важно, кто еще зовет. Я не на все фотосессии соглашаюсь. Сейчас меня пригласила знакомая, с которой мы вместе на холостяке, кстати, снимались уже давно тогда, и шоу-рум там у нее был, я помню, приезжала с ее мамой знакома, очень приятная девочка. Она организатор всего этого, вот, в инстаграме, в принципе, я там всех отмечаю, зайдете, посмотрите, она организовывает фотосессии, вот, и фотограф был очень классный, локация классная была. Вот, поэтому я согласилась, а так все реже, потому что бывает еще, знаете, правда, согласишься на фотосессию с незнакомыми людьми. Так, ну что, моя хорошая, фотосессия окончилась, сейчас еду домой, голодная, ничего сегодня еще не ела. Нас не было долго, мы выехали в час где-то, а сейчас 4 уже часа, долго нас не было. Встретила там на фотосессии девчонок, всех знакомых, блогеров ростовских, вот. Прикольное местечко, для меня в последнее время выход на фотосессию это целое дело. В общем, ну, в общем, понравилось, и фотограф был хороший, я жду фотографии прямо в предвкушении. Там было столько много локаций, можно было сделать еще так много фотографий, но я, я вообще хотела один образ одеть, вот, в чем мы пойдем, в том и фоткаться. Сразу уже подготовилась, и все. Потом спустилась на первый этаж, поднялась обратно, для того, чтобы взять еще две худи, одну белую, одну бежевую. И там схватила еще там одни сережки, и схватила еще там ободок. Думаю, ну хотя бы вот, ну, потому что это так всегда. Я вот иду на фотосессию, думаю, ой, ну все, одно хотя бы вот сфоткаю, и все, не буду заморачиваться. А потом в итоге видишь локацию, думаешь, блин, что я не взяла, ту ковточку, ту. Так я в итоге зашла там в одну локацию, и все равно думаю, блин, надо было взять какой-нибудь пеньюар красивый, там такая ванна шикарная. Так можно было бы к ледам фотки сделать. Ну, короче, ладно, сейчас едем домой. И сегодня, кстати, еще хотела сказать вам, что сегодня необычный день. Ладно, сейчас приеду скоро. А мы пришли домой еще, и смотрите, что тут у нас. Это мама залила уже сковородочку, а так у нас пюрешечка, там у нас свининочка, а здесь у нас индюшинные, как мама говорит, индюшинные котлеты. В общем, котлеты из индейки, индийские, индейские, индийские, Дэня с котлетой. Так, вилочку, Дэннички, ложечку, не, вилочку, Дэннички, ложечку маленькую. Вот, сейчас будем кушать, нямнюшки, а потом побегу дальше. Мам, что ты тут пока без нас была? Да я же дала, ждала, покушала. А кино, телевизор? Ну, я смотрела там какой-то фильм, мне неинтересно уже смотрела, потом океаны включила, скучно. Решила старый фильм включить на Иви, бесплатный, чародин. Там писем. А, у меня, кстати, есть Иви, подписка надо будет за этого, и будем смотреть, что-нибудь посмотрим вечером. Да, подписки надо читать, потому что бесплатный уже пересмотрелось. Да, включим, будешь смотреть. Так, ну все, едим. Едим. А вот и наша елочка на свое законное место встала. Смотрите, как хорошо смотрится, да? И цветок надо будет вернуть. И красота, прямо красота, лепота. Так, все, мы дома, крошки. Еще, кстати, хотела сказать, что сегодня необычный день. Сегодня два праздника в одном. Сегодня 12-е, 12-е, а это значит день рождения моего любимого. И 12-го, 12-го мы с ним познакомились, а это значит 6 лет. Нашему дуэту, нашей паре, нашим отношениям, нашей любви, нашему тандему. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Хочу сказать, что я счастлива, что у меня есть такой человек, что я нашла такого человека. Мне кажется, я раньше просто даже была не готова к тому, чтобы встретить такого человека. Вот, и хочется сказать просто спасибо. Не хочется думать, не хочется думать о том, что будет там, как будет. Мне кажется, очень клево судить именно потому, что было. А было все прекрасно и есть все прекрасно. Я, конечно же, желаю, чтобы все так же у нас и было. Да, мало кто, мало кто может вот так пожелать, да? Хочу, чтобы все было так, как и было, и как и есть. Вот. И если я этого желаю, значит, я действительно по-настоящему счастлива и хочу все сохранить так, как есть. Вот. И пусть эти отношения цветут, процветают на благо всех. На благо нас, на благо всех. Вот. И, конечно же, поздравляю с днем рождения моего любимого человека. Желаю ему крепкого здоровья, потому что здоровье, как ни крути, это очень важная вещь. Вот. И будь здоровья, будет все остальное. Такая у нас позиция, потому что руки, ноги есть, голова есть. Значит, все будет так, как мы хотим, так, как мы мечтаем. И когда я говорю, что я хочу, чтобы оставалось все так, как было и так, как есть, это не значит в том плане, что у нас жизнь на расстоянии, да, отношения. Это имеется в виду по вот этому внутреннему взаимопониманию, вот этому внутреннему взаимоощущению, то, что мы чувствуем. Вот так вот я имею в виду. А так, конечно же, пусть все остается так же, как есть, только мы еще будем физически вот так вот рядом докасаться друг до друга, да. Этого, наверное, это... Жду не только я, но и вообще все мои подписчики. Кто-то это яро ждет, прям только об этом говорит. Кто-то, как бы, где-то так положил это, что, ну, когда-нибудь, наверное, будет. Ну, дождусь, не дождусь, посмотрим. Ну, интересно, да? Так, не хотелось сейчас выезжать из дома, но я вышла, мне нужно заехать на почту и в СДЭК. Еще, думаю, заглянуть в фикс-прайс. Планирую вам еще, наверное, пару... Вот если сейчас будут какие-то новинки интересные, может быть, куплю. И еще одно видео у меня в плане. Пару, в общем, видео фикс-прайс снять на этом канале и потом в январе уже на новый канал. Переодела кофту, точнее, верхнюю одежду. Курточку вот эту вот, да? И, ну, как бы, сверху нормально тепло, но у меня штаники такие тоненькие. Ну, как бы, без начеса и без... не толстые такие, да? И как-то ветерок продувает. То я была в пальто синем, у меня хоть попа и ноги были закрыты, не так было холодно. Я подумала, ой, жара. А сейчас прямо вот так все везде продувают. Ну, ладно, я сейчас в машине туда-сюда гулять не собираюсь. Вот, по поводу фикс-прайса я уже, наверное, говорила, что я с Нового года прям вот все точно. Я переношу все видосы фикс-прайса на второй канал. А в этом... в этом году хочется завершить и сделать покупочки фикс-прайса. Новенькие, если они есть. Мне что-то он тянет прям туда. Вот, и хочу прям снять видео лучшее из фикс-прайса, потому что очень много у нас видео, что я выбрасываю, там, что мне не нужно. Но у меня же очень дома много фикс-прайса. И есть то, что действительно уже пользуюсь ей много лет, может быть, даже что-то, да? Что вот прям best the best, офигенная, недорогая и классная покупка, которая мне прям вообще зашла, нравится и до сих пор пользуюсь. Я хочу вот поискать эти вещи в своей квартире, вот, и снять вам видео лучшее фикс-прайс. Напишите, хотите такое видео? Ну, я знаю, что хотите, я его хочу в первую очередь снять, но мне просто интересно даже, вам интересно было бы такое посмотреть. Вот, все, поехала за посылками и домой. А, фикс-прайс еще, и домой. Фух, сделала практически все, что нужно. Единственное, что почта, оказывается, работает до 6, а я еще ехала мимо СДЭК, и СДЭК, он работает до 8, по-моему, или до 9, или до 10 даже. И я такая думаю, ай, ну, заеду, наверное, в СДЭК сначала, потом поеду на почту. Думала, она тоже до 8, а они сейчас работают, хорошо, она завтра работает, в воскресенье можно взять, но до 6. Я думала, может, я завтра выходить никуда не буду, но я все равно буду выходить, потому что мне сегодня написала Ленок, и у нее вроде бы есть времечко, и я с удовольствием поддержу ее, чтобы погулять. Вот, такое время себе, женское время называется. И я говорю, давай погуляем что-нибудь, так что придумаем, и обязательно выйду из дома, получается, завтра. Надо, кстати, проверить, что она мне написала. Крошки мои, всем привет! Вы мне представляете, я в машине забыла свою камеру, и она у меня разрядилась уже, поэтому я вам сниму немного на телефон, не буду много на телефон снимать, потому что это совсем другое качество, другой звук. Ну, хотела сказать, что сегодня я еду встречаться с Ленусик Хэппи, у нее сегодня день для себя, и я решила составить ей в этом компанию. Мы будем гулять по торговому центру, сейчас раннее утро, полдвенадцатого, ну, для меня раннее, я встала специально пораньше, чуть-чуть выпила кофе дома, и бегу скорее в торговый центр, возьму сейчас свой любимый кофе, мы будем в ТЦ Горизонте ходить. Чего, походим, потрещим, погуляем, вот чисто девчачий день, вот такой сегодня, вот. Я собралась, у меня новые сережки, вот. Эти сережки из стали, не знаю, может дома вам потом показать, ну, из сталь, или сталь, или что-то, я не помню, короче. Ну, не ржавейка, то есть это не серебро, я тоже в санлайте брала, у меня есть обалденные серебряные сережки, я вам покажу потом. Но вот эти вот, они, типа, из стали, не ржавейки какой-то, ну, мне понравился дизайн, они стоят где-то около тысячи рублей, не очень дорого, но, по-моему, очень клево, современно смотрится так, вот. В общем, поехали с нами. Все, пришла, сейчас кофе закажу. Вот так я сегодня выгляжу. Все, маска скрыла все сережки, блин. А вот она, Ленусик Хэппи, вся в тени, таинственная девушка. Я уже рассказала, что сегодня наш день, вот, я хочу свет поймать. Какая она у меня модняшечка, девочка. Уже сидит, ждет меня, я тут капуша, блин. Так, присели, присели с Леночек, я взяла новинку, салатика с говядиной. Сейчас буду пробовать, главное, чтобы говядина была мягкой. Завтрак, мой завтрак. В общем, съела я салатик, вкусный салатик, но после него мне захотелось еще больше кушать, и я решила закусочки такие взять. Паштетик, да, с греночками попробую сейчас. А Ленусик очень любит здесь селедку под шубой. Говорит, самая вкусная селедка здесь в мире. Ты же во всем мире, да? Вот фоткает. Очень красиво подали, кстати, селедочку. Я тоже же захотела. Намутила я вот такой вот бутербродик, масло внизу, паштет, тыква сверху, рукола. И вот так вот макаю чуть-чуть и ем. Вкусненько, скажу вам. Зашли в хов, удивляемся ценам. Да, 20 тысяч елка вот, пожалуйста. Обалдеть просто. Я что-то не думала, что елки... 4 тысячи. Да нет, это в хов такие цены, нет, они нет. В ленте даже дешевле. Ой, какая красивая. Вот просто, да, вот, ничего не нужно, просто огонечки я так сделаю, и красиво, да? Не, не очень. 22 тысячи. Слушай, я не подписываю здесь. 34 тысячи. Посмотри, 34 тысячи. Ну, она красивая на 34 тысячи, да. Было. Она очень красивая. 36. Та-да-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. мы с Ленусик Хэппи, отправилась она домой, а я тоже домой. Я сейчас маме позвонила, говорю, мама, время есть, но время сейчас вот половина четвертого. Я говорю, давай сейчас за тобой заеду, мы поедем вместе с малым. Вроде бы диван присмотрели в хофф. Нужен твой критический взгляд. Потому что с моими запросами не так легко выбрать все это дело. У меня запросы не в плане центом, а чего-то такого, а именно по функционалу, какой он должен быть. Но что-то таких диванов очень мало. Они все примерно одинаковые. Ну плюс-минус там. А вот именно мои запросы, они везде одинаковые. В общем, сейчас с мамой, сейчас я приду домой, приеду, с мамой замерим там все по размерам. Именно этот диван, который мне понравился. И поедем посмотрим. Честно говоря, я кроме как в хофф, вообще не знаю, где еще можно посмотреть диваны. Но чтобы были, конечно, не космические цены, я не выбираю диван за какой-то космос деньги. Потому что это будет кухня, это место, где, не знаю, коты, дети. И будет он светленький такой. Я не хочу реально тратиться так, чтобы потом это все просто испортилось. А, кстати, диван, пока меня не было. Диван привезли. Диван забрали. Я его подарила своим знакомым, таким достаточно близким. Ну, на Новый год. Хотела сначала продать. Ну, до этого хотела продать. А потом думаю, да, как бы, все должно быть быстро и легко. И, как бы, я знаю, кому он хорошо подойдет, кому он нужен. И вот мне сейчас звонили, благодарили, сказали, что прям идеально вписался. Показали фоточки, как он красиво вписался. Диван, кресло, все это дело. Вот. И все счастливы, довольны. Я рада. Я рада. Я люблю, когда я что-то отдаю, допустим, да, дарю. И людям это пригождается. И они радуются прям вообще. Я прям в этот момент рада, честно. Очень рада. Поэтому в хороших руках диван мой с креслом. Потому что, ну, жалко, хорошее качество. Не хотелось бы просто, да, того, что он, допустим, не вписывается мне в интерьер, да. Не хотелось просто кому-то отдать, кому он и не нужен, да. Или там, ну, продать, опять же, за небольшие деньги. Уже не продашь его за эти деньги, за которые он стоит. Он стоит немало. Потому что там турецкое качество, такое все. В общем, вот так. Ну, решила сделать подарок. Зато вот люди рады и счастливы. Я рада. Теперь у нас пустое место. Я к тому, что кухня пустая. У нас есть телевизор, но смотреть его не на чем. Вот. Поэтому сейчас я за мамой. Сейчас все померяем. Если что, вам здесь покажу, какие диваны мы выбираем. И вот на какой присматриваюсь. Вот пришла домой. Посмотрю, как мои без дивана теперь живут. Куда? К вам? Не лежит, не встречает маму. Я не поняла. Ты чего, мать, не встречаешь? Не надо. Ты чего, мать, не встречаешь? Ты чего? Хочу. И бабушке хорошо. Чего моя шла? Чего моя девка? Моя мамушка же прошла. Все? Забрала? Да. Кошка у меня. Мама вот телек смотрит теперь здесь комфортненько, да? Я так иду. Денька там мультики. Каждое свое. Денька вообще, он где сидит-то вообще? Денька, а где ты сидишь? Тут эхо аж даже появилось какое-то. Ну вот, у нас теперь освободилось место, да, для диванчика. И вот сейчас будем примиряться. Это, кстати, вот у нас кое-какие следы остались. Надо будет оттирать все. У меня есть, мы будем пробовать оттирать это все дело. Может так оставим? Места, глянь, как много. Но диван-то надо все равно. Да нафиг. Стульчики поставим, чтобы пространство не забирало. Надо такой диван, который будет увеличивать пространство, как телек, понимаешь? Вот телек маленький, уменьшал пространство, большой увеличивает. Вот надо диван такой же поставить большой, чтобы он увеличивал пространство. Где еще взять такой диван? Надо думать искать. Совсем другое дело. Переснимаю, мама увидела, что у меня все мутатня. Вот огня у тебя вечно. Надо протерли глазик. Сейчас же хлопок еще и не найдешь, понимаете? Все синтетика. А у меня все трикотажная. Я протерла глазик. Синтетика. Нет. Ну, дома. Это хлопок. Ну, дома. Понятно, если я найду, то я поищу. А тут вот просто по-другому. Каждый диван надо протирать глазик. Короче, мы сейчас мерили с мамой, мерили. В итоге, как я и говорила, в магазине смотришь, смотрится все компактненько. Приходишь домой, начинаешь мерить. Пол комнаты занимает это диванище. Там на фоне этого большого торгового центра кажется, что диванчик маленький. Вот в итоге беру маму и идем смотреть и мерить вместе. Рулись взяла? Да. Ну, хорошо. Пойдем. Крошки. Ну что, смотрите. Пришли мы с мамой. И с мамой прям просто бросился в глаза вот такой вот диван. Стоит он сейчас со скидкой 20 тысяч. Вот. Продавец нам сказал, что их разбирают. Кстати, если мы попозже его возьмем, а не сейчас, то просто их разберут. Есть разные цвета. Есть вот такой серый. Вот. Есть вот такой бежевый. Мам, почему мы этот выбираем? Ну-ка покажи. Ну, во-первых, то, что здесь будет все равно можно здесь облокотиться снизу. А можно здесь облокотиться снизу. Да. Пожалуйста, спинки тебе. Везде во всех диванах, девочки, вот такие вот укороченные спинки. Абсолютно везде. Вот это один из немногих диванов, где спинка, покажи, удлиненная. И реально здесь можно прям спокойно сесть двоим людям комфортно. Да. Плюс он по габаритам меньше, тот, который я осмотрела. И по цене в три раза меньше стоит. Поэтому мама вообще за это с руками и ногами. Единственное, цвет. Цвет мы берем, девочки, вот в таком. Он будет велюр. Вот такой вот светлый. Посмотрим, как он впишется у нас. Ну что, мои хорошие, мы приехали домой. У меня еще пару покупочек. Я взяла вот такой вот плед. Очень красивый. Потом покажу его. Вы увидите на фоне съемок. И взяла еще вот такой вот, мне понравился, для туалета. Сейчас я его сложу. Вот такой вот. Та-дам. Сейчас. Такое вот ведро. Мне оно очень понравилось. Оно красивенькое. Вот такое вот. Видите? Тынь-тынь. Компактное. Я думаю, оно прекрасно будет смотреться в моей бане. В общем, это две покупочки, которые я взяла. Также мы заказали диван. Я вам его показала. Какой цвет показала. Он будет чуть компактнее того, что мы мерили. Будет еще 30 сантиметров. 40 сантиметров будет еще свободных. В общем-то, да. Но он реально удобненький. Компактненький. И цвет, я надеюсь, что он не тот бежевый, который у нас был. Светлее такой. Почище. Плюс без черных вставок. Вот. В общем, будем его ждать. Он будет только аж в начале января. А может даже и затянут. И будет он в середине января. В общем, я готова. А сейчас буду что-нибудь придумывать. Во-первых, надо оттереть мне. Сейчас покажу. Вот. Мне надо оттереть вот эти вот пятна розовые. Это краска, девочки. Это отпечаталось от ножек. Это краска. Вот. Надо это как-то оттереть. Я сейчас попробую. Вот у меня паста есть green wave. Я ни разу еще ее не пробовала. Но попробую оттереть. Потом вам даже расскажу в следующих видео уже. Потому что я собираюсь заканчивать влог. Попробую оттереть. Вы мне советовали разные тоже средства оттереть. Что-то там, я помню, просила. Я делала скриншот. Если не получится этой пастой, то буду уже пробовать ваши советы. Ну и в целом я на самом деле очень довольна. Все классно. Мама сейчас отвезла уже домой. Как-то настроение хорошее. И конец года какой-то неожиданный, честно говоря. Куча всего как-то неожиданно появляется. Какие-то новости неожиданные совершенно. Вот. Появляется. И вот тебе раз. И диван щелк. Забрали. Щелк новый. Телевизор щелк новый. И короче как-то удивительно. Но мы подытожим в конце. Все подытожим. Будет видео. Вот. С этим видео я хочу с вами, наверное, уже попрощаться. Вот. И новое видео впереди. Фикс прайс впереди. Я уже говорила. Два видео заключительных. Планирую я в этом месяце снять. И потом переход на второй канал. В общем. Все. Я вас люблю. Целую. Вроде все сказала, что хотела. Я всем довольна. Счастлива. И всем желаю того же. Передновогоднее настроение. Передновогоднее. Предновогоднее. И после обязательно. В общем. Желаю вам чувствовать то, что чувствую я. Подъем. И радость. Предвкушение. Кайф. Все. Люблю. Целую. Вас прощаюсь. До следующего видео. Пока. Пока.